Подпишитесь на YouTube-канал и соцсети Спас и смотрите все выпуски любимых программ. Спас. Подпишись на главный. Субтитры создавал DimaTorzok Потому что солнце очень быстро заходит в декабре в Израиль. Не поверите, в 16.30. Сегодня наше путешествие мы начинаем с реки Иордан. А точнее с того места этой священной реки, которая символически связана с крещением Спасителя. Ехали, ехали и наконец приехали в парк Иорданит. По периметру стены таблички на разных языках. Ну и же на армянском есть, на греческом, на корейском, на грузинском. А на русском? На русском. Не это македонский, а вот он, русский язык. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес, ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Евангелие от Марка. К сожалению, у меня нет визы, я не могу приехать в страну Иорданию. Как говорится, для веры, для нашей христианской веры границ нет. Разницы нету. Где ты искупаешься? Там, где крестился Христос на территории Иордании. Либо здесь, в специально отведенном для этого месте, в специальном парке под названием Иорданит, куда можно приехать и тоже окунуться в реку Иордан. Вперед в парк Иорданит! Окунаться надо в специальной белой рубахе ниже колен. Я хорошо позаботился об этом, взял с собой эту рубаху. Но если вдруг кто забыл, то ее всегда можно приехать и купить здесь. Вот такую рубаху. Так, где же вход? Наверное, там. Парк Иорданит был построен в Израиле относительно недавно. Всего-то в начале 80-х годов прошлого века. Но у него есть интересная история. Многим паломникам, приезжающим в Израиль, хотелось совершить омовение в водах святой реки Иордан. Но ученые выяснили, что настоящее место крещения Спасителя в наши дни находится на территории государства Иордания. Единственное удобное место подхода к водам святой реки в Израиле нашли здесь, в Галилее, у южного берега Тибериадского озера. Несмотря на символическое, а не историческое значение Ярданита, сюда приезжают последователи многих христианских конфессий. Особенно шумными бывают крещения верующих западных протестантских церквей. Ну что ж, каждый верит по-своему. Мы еще раз в этом смогли убедиться. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, конечно, у баптистов как-то по-другому креститься. Как-то вот с какими-то прям возгласами. Jesus, I love you. Как-то все оно вот как-то... Как будто американское кино снимает. Эй, эй, давай! Стоит, конечно, приехать, чтобы увидеть такое. Но я приехал сюда, конечно же, не для того, чтобы увидеть, как окунаются баптисты. Я приехал сюда для того, чтобы самому окунуться в эти прекрасные святые воды реки Ярдан. Для этого мне нужно надеть белую рубаху, собраться духом, как говорится, и окунуться. Река Ярдан для христиан всех конфессий считается священной. Она много раз упоминается и в Ветхом, и в Новом Завете. Ярдан несколько раз размыкал свои воды, чтобы люди могли пройти по суху. Эта река исцеляла больных и была свидетелем многих богослужений. О, даже на русском написано. За место билетика печать со смайлом «Welcome!» Добро пожаловать! Идем переодеваться. Дамы и господа, за свои 37 лет меня, конечно, крестили. Когда мне было месяц или дней сорок. Но сейчас, чтобы осознанно, конечно же, все шутки. Я стараюсь каждый год окунаться на крещенцы-коворосы. Что на жаркий декабрь в Израиле, когда мы в России в январе окунаемся? Прорубя! Нет! Я так понимаю, нужно раздеваться. Вещи в пакетик, все с собой забираем, приходим, пододеваемся. Настоящий пилигрим. Ну что, друзья, благо чудо современной техники позволяет нам взять с собой видеокамеру прямо в воду. Так что вы сейчас станете соучастниками процесса моего окунания в святые водки реки Иордан. Ну, с Богом! Во имя Отца! Спасибо! И с утра! Аминь! Ах, господи! Слава тебе, Илья! Не, хорошо, ребята! Дорогие друзья, реально, когда выходишь из реки Иордан, как в Евангелии написано, веселитесь и радуйтесь. Действительно, выходишь в полной радости. Вот какой-то неописуемой радости и блаженства от того, что с тобой это произошло. И вы, кстати говоря, стали свидетелями того, как я погружался в святую реку Иордан. Спасибо вам за это. Ну, а я пошел переодеваться. Пока! Вы, конечно, понимаете, что эту программу я делаю не один. Мы путешествуем по Израилю вместе с творческой группой телеканала «Спас». Здесь, в Иорданите, с нами случился неожиданный казус. Коллеги хотели снять эпизод погружения с субъективной камерой. Я еще ни разу в жизни не купался в одежде. Наш автор, Андрей Сорокин, вошел в воду с камеры на голове, а вышел уже без нее. Это был волнительный момент для всех. Мы потеряли камеру. Ныряющий. И слава богу, что все закончилось благополучно. Ну, назад, за тебя, нащупай ногой. И теперь у нас есть уникальные кадры того, как выглядит Иордан изнутри. Красота. Вот еще одна мечта сбылась. Окунулся в Иордан. Так, а это что такое? Так. Окунавшиеся сюда христиане. Смотрите, ребят. Наверное, какие-то заслуженные люди. Хотя я их, правда, не знаю тут никого. О, Дебров. Пожалуйста. Опачки. Уитния Кьюстон, дамы и господа. Царство небесное, красавица. Так. Друзья, ну, больше я никого не знаю, но 100% это какие-то известные люди в своих странах. Как мы видим, это на примере Деброва и Ютни Кьюстон. Ну, может быть, когда-нибудь моя фотография окажется здесь. Надо, кстати, пойти ее дать в администрацию. Друзья, чуть не ушел, а интересные вещи еще вам не рассказал. Кстати говоря, вот здесь, смотрите, люди, скорее всего, которые здесь есть на фотографиях, и они еще сажали здесь свои деревни в этом парке. Кстати говоря, в Израиле очень принята культура посадки деревьев, и очень бережно относятся к деревьям. Я его очень много раз видел, когда есть каждому дереву присвоен даже свой номер, и у каждого дерева есть свой хозяин. И этот парк этому не исключение. Сюда приезжают люди и сажают деревья. Вот, например, пастор Чук Смит. Вот это дерево посадил. Это Эста Оливьера. Ну вот, у каждого дерева, грубо говоря, есть свой, ну, не хозяин, а тот человек, который посадил это дерево, и, наверное, все-таки несет какую-то ответственность. Ну, здесь, как вы видите, продолжаются надписи Евангелия. Они здесь везде, эти таблички на разных языках, чтобы... Самое интересное, что даже в тех странах, где христианство не является доминирующей, скажем так, эрегией, как в Китае, в Индии, все равно на их языке здесь написаны отрывки из Евангелия. Я очень счастлив, что приехал сюда. Я очень счастлив, что окунулся в эти прекрасные воды реки Иордан. Но мой путь продолжается. Цветых мест в Израиле очень и очень много. Следуйте за мной! Сейчас наш путь лежит в местечко под названием Табх. Оно находится всего в трех километрах от Апернаума. Именно в этом месте, согласно Евангелию, спаситель накормил пять тысяч человек всего пятью хлебами и двумя рыбами. Говорят, что когда-то на этом месте располагалась арабская деревушка. Но после арабо-израильской войны жители покинули это место. Да, много событий происходило на святой земле. И во времена Христа, и в наше время. Жаль, что здесь было так много войн и военных конфликтов. Лучше места не найдешь, чтобы прочитать Евангелие. И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, выдайте им есть. Они же говорят ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал, принесите их мне сюда. И велел народу возречь на траву и взять пять хлебов и две рыбы. Возрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных. А евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. И вот так, именно вот здесь, на этом месте, произошло одно из описанных в Евангелии чудес, которые сделал Христос. Это место называется Табха. Когда понимаешь, что именно в этом месте случилось одно из самых необычных, явленных Господом чудес, испытываешь необычные чувства. Ну, кстати говоря, обратите внимание на картинку. Я думаю, что она говорит о том, что здесь нужно вести себя максимально тихо. Желательно вообще замолчать. Главная достопримечательность Табхи – церковь умножения хлебов и рыб. Этот храм принадлежит католической церкви. Конечно, сейчас храм заново построен, но на историческом месте. Источником ценной информации о святых местах давным-давно стали записи паломницы Эгерии, которая побывала здесь в IV веке. Она утверждала, что алтарем этого храма в те времена был большой камень, на котором Христос совершил чудо – умножение хлебов и рыб. Это и есть тот самый камень, который был для спасителя столом. Сейчас он стал алтарем. А мозаики V века напоминают паломникам о чуде, которое случилось в этом месте. В 2015 году храм подожгли экстремисты. На его восстановление ушло два года. Но пожар не повредил святыни. Именно в том месте, где Христос умножил хлеба и рыбы, император Константин заложил мозаику и поставил базилику. Здесь с мозаикой выложили самый красивый пол на всей святой земле. Представьте себе, это мозаика V века. Изображение огромного количества цветов, птиц, живущих рядом с озером, конечно, рыба и корзина с хлебом – символы того чуда, которое свершилось здесь много лет назад. Сюда приезжают молиться христиане всех конфессий. Молятся об умножении здоровья, благополучия и милости Бога. Знаете, что удивительно? Мы привыкли, что Рождество для нас – зимний праздник. А тут всё зелёное, всё цветёт и пахнет. Люди ходят чуть ли не в шортах. И тем не менее, магазины и дома украшают рождественскими гирляндами. Здесь есть прекрасный сувенирный магазин. Не можно приобрести, ну, конечно же, любую продукцию, но мне больше всего заинтересовала одна. картинка, на которой изображена, соответственно, проповедь Иисуса на Галилейском море. Но здесь мы можем сблизи посмотреть, как выглядит мозаика, потому что там стоит заграждение, до которое нельзя заходить. Но благодаря этой картинке можно увидеть, как выглядит мозаика с хлебами и рыбами. Здесь же, в Табхе, находится и церковь первенства апостола Петра. Дорогие друзья, сейчас мой путь лежит к дому Петра. На сегодняшний день эта территория принадлежит католической церкви, ордену францисканцев. Ну, это, конечно же, святое место. Даже мы можем увидеть, как написано. Holy place. Вперед! Какая красота! Очень много паломников. Соли, ты из? Колумбия. Колумбия? Спасибо. Из России? Россия? Привет! Привет! Добро пожаловать. Добро пожаловать! Привет! Здорово! Ты из? Спании. Из? Где ты из? Из России. Ааа, Руссии? Да. Окей! Спасибо. Пелегрисия. Спасибо. А на мой взгляд, пилигринты. Я говорю, да. Я, правда, по-французски сказал. А как по-имексикански, по-испански, да? Си. Ну, уи. Это место имеет большое значение. Считается, что именно здесь Спаситель восстановил в апостольском достоинстве Петра и поручил ему распространять учение Христова. Другое название этой церкви – Стол Христа. Здесь, на месте алтаря, тоже находится камень. А если точнее, то это кусок скалы, на котором, по преданию, Спаситель устроил трапезу для учеников. Дорогие друзья, я специально выбрал эту геопозицию, потому что отсюда хорошо просматривается побережье Галерейского моря. Именно там Иисус третий раз явился после воскрешения своим ученикам, среди которых был Петр, среди этих учеников. Их было семеро, они ловили рыбу, и улов не задался, они ничего не поймали. Когда явился Христос к ним с утра, у них пошел большой улов. После этого они перенесли всю рыбу сюда, где стоит сейчас эта церковь. Там внутри находится камень, на котором Христос приготовил рыбу и угощал своих учеников. И во время трапезы Христос обратился к Петру. «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели чем они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит, «Спаси агнецев моих». Тем самым Иисус показал Петру, что не держит зла на него, за то, что тот отрекся от него трижды, и благословляет его на служение. Иисус говорит, «Спаси агнецев моих». Это удивительное место на берегу Галилейского моря. Здесь все пропитана Христовой любовью. Может быть, поэтому даже прибрежный камень имеют форму сердца. Вот уж где воочию можно увидеть, как по-разному люди верят в Бога. Кто-то устраивает большие молитвные собрания, на которых читают отрывки из Священного Писания. Кто-то заново обретает Божьи благословения. А кто-то буквально перерождается, проливая слезы, раскаяния и трезвения, каясь в грехах и обретая новую христианскую жизнь. Что тут скажешь? Только аминь. Святая Земля воистину наполнена чудесами. Каждый камень здесь напоминает о евангельских событиях, о той истории, которая стала началом новой жизни для всех нас, жизни полной любви к Богу. Мы продолжаем наше путешествие по Израилю и переезжаем в новую точку этой страны, на новую страницу Евангелия, которую читаем здесь своими ножками. Пусть Господь Бог оберегает ваши очки. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!